Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы сегодня будем играть в Hitman, продолжаем дальше нашу эпопею, проходить новые интересные миссии и ребята, сегодня у нас будет новый контракт, Time to Die называется у нас, отправляемся мы в очень жаркую, ребята, страну и, соответственно, сегодня мы будем просто, ребята, тащить. Я не знаю, может быть даже эта коротенькая миссия, может быть она длинная, друзья, но если вам нравится Hitman, то можете прямо сейчас поставить лайкосик и нажать на колокольчик, подписаться на канал и предложить ваш контракт на следующую серию. Ну что ж, поехали, у нас цель вот такая вот кара, Г-Хилл, называется дамочка, нужно будет ее грохнуть любым способом абсолютно, маскировка, костюм, в принципе, не обязательно, нам нужно будет как-то одеваться, не одеваться, насколько я понял, в принципе, это не особо важно. Но главное, ребята, чтобы у нас получилось ее, как бы найти вообще-то, где она у нас находится-то вообще? А, вон внизу у нас находится, все, я вижу, все, я понял, да, вон внизу стоит с каким-то, видимо, охранником, она сидит и курит, по-моему, она, да, она курит, ребята, я могу вообще мимо пройти просто и понять, как нам ее вольнуть. Валь, ну, что она делает-то? Я просто рядышком постою, посмотрю. А, ух ты! Она тут с кем-то, короче, у них, видимо, охранник, я так понимаю, просто стоит и рыбачит, да? Вот как-то так, ребята, да? Интересно. Интересно рыбачит им, и как бы он ее совершенно не охраняет. Она просто покуривает, она, видимо, наслаждается жизнью, но, видимо, у них в прошлом были какие-то, какие-то, значит... Так, она что-то прямо немножко заволновалась, и как-то не понравилось, что я прям рядышком стою. Вот, почувствовала, видимо, почувствовала, что-то не то. Ребят, в общем, она в прошлом, видимо, натворила каких-то дел, и поэтому за ней отправили Хитмана, чтобы ее бахнуть. Так, тут у нас парочка стоит, посмотрите, видите, да? Тут они просто фотают природу, ребята, замечательно, кстати, прикольно, здесь атмосфера прям вот просто великолепнейшая. Так, их, наверное, мы, наверное, отпустим. Я, ребят, не знаю, чем бы нам ее грохнуть, но можно просто, в принципе, из пистолета, может быть, так ее столкнуть. Так, вдоль берега никого, охраны тоже нет, ребята, я нашел какую-то банку визировки. В принципе. Вот, туристов мы отпустим, не будем убивать лишних людей, если это не понадобится. Вот, ну а дамочка у нас отошла в сторону, вот она, видите, да, что-то делает. Видимо, она тут нашла очень хорошее место, возможно, намолится. Нет, она не молится, она звонит кому-то. Так, понял. Хорошо, ребят, ну что ж, давайте будем начинать, наверное, уже пора. Пора, вроде бы немножко мы изучили. Тут у нас какой-то, смотрите, пьяный чувак валяется вот здесь, вот. Пьяный чувачочек, может быть, включите ему кран, чтобы немножко освежился. Родной, давай освежись, потому что, ну блин, на жаре, возможно, солнечный удар у него произошел. О, кстати, я нашел кирпич вообще, ребята, прикольно. Так, ну норм, я думаю, что, наверное, пора, я не знаю. А, смотрите, я кран включил, он встал и пошел. Ммм, прикол. Может быть, его залило водой немножко? Так, возможно, возможно. Так, я думаю, что, ребята, здесь, в принципе, можно изи вот так вот сделать. Рыбака мы берем вот так вот толкаем. И все, она, она, в принципе, не должна этого заметить, я так думаю, да, она просто подойдет. Посмотрим, что она будет делать. Рыбака столкнули, так, окей. И что дальше? Она пошла спокойно. Неужели она его не увидит, что с ним что-то не то? Ее столкнуть нельзя, можно, в принципе, кинуть, наверное, кирпич вот так вот, да. Тела, кстати, нужно будет спрятать, ребята, тела нужно будет спрятать. Возьмем вот так и как бы изи. Ребят, ну, в принципе, довольно легкое задание, я вам скажу. Цель ликвидирована, я тут больше как бы бегал, осматривался, но, в принципе, мы все сделали грамотно, легкое задание. Легкий контракт для Хитмана, легкие деньги для него. Вот, ее, кстати, там сожрали, по-моему, эти рыбки там сразу же какие-то, пирани, наверное, сразу же накидываются. И съедают просто все махом. Купаться здесь, ребята, не особо лучший вариант. Ну, мы просто можем сейчас пойти и выполнить еще один контракт, раз у нас пиры получился просто великолепно. Я, наверное, сяду или вот сюда даже могу съесть, покинуть миссию. Дождемся автобуса и уезжаем, ребята. Можно поставить лайкосик. В принципе, миссия довольно короткая, такая своеобразная. И мы ее прошли, мы могли пройти ее в несколько раз быстрее, конечно же, но если задаться такой целью, можно пройти ее просто буквально за несколько секунд, ребят. Ну, как бы за десятки секунд, может быть, за минуту, может быть, где-то так. Так, войти, что-то у нас выполнилось, все, да? Все, нормально, тут у нас немножко прокачался наш Хитман. И мы идем, ребята, дальше. Давайте выйдем в главное меню и посмотрим новые контракты, ребята. Нам нужно посмотреть еще какой-нибудь контракт. Следующий контракт, вот я вижу внизу, у нас Сапиенса. Мы отправляемся убить какого-то, нужно будет, чувачка. Вот в этом вот, в шляпке он, значит, будет так. Возьмем наш любимый пистолет. Хитман у нас оденется вот такой замечательной футболочкой. Вот, ну и, собственно, давайте отправляться. Kill this, этого товарища, Imperio Torres, его зовут. Любым способом, опять же, нужно его грохнуть, маскировка, у него костюм. Так, ликвидация посторонних отрицательно влияет на ваш счет. Ну, попробуем ликвидировать посторонних, мы не будем. В принципе, можно было, ребята, эту дамочку как-то бы, наверное, и по-другому. Я думаю, что можно было бы идеально ее бы как-нибудь грохнуть. Если бы предыдущую миссию, мы бы, наверное, стащили бы ее, чтобы рыбак ее не видел, и как бы скинуть ее беспалево, так скажем, да. Опа, опа, вот это, ребята, миссия у нас, вот это миссия. Так, вот этот чувак у нас просто сидит посреди вот, собственно, такого вот замечательного, великолепного места, такой вот площади, да. И нужно как-то его грохнуть, это, конечно, капец, это капец, ребята. Нужно дождаться, когда он куда-нибудь пойдет, потому что, ну а как же, как же я его здесь убью? Ребят, я даже не знаю, что будем делать, устраните империал, а то раз, любым способом. Ну, подождем, подождем, может быть, он сейчас куда-нибудь пойдет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я, конечно, могу вот сюда отбежать, но тут у нас упал велосипедист, видите, да? Здесь стандартная ситуация, велосипедист столкнулся с чуваками, которые доставляют цветы, по-моему. А вот тот товарищ у нас как сидит, так и сидит, ребят. Ну, я не знаю, что делать, я, допустим, достаю ствол и попробую его грохнуть с такого расстояния. Ну, допустим, вот так убрал и все. И все, в принципе, вот как-то так, ребята. Я могу просто сесть и уехать. Ну, такое просто простенькое задание на самом-то деле. Вообще сегодня какие-то такие вот легонькие, так скажем, на логику, что вот, например, ну, просто ждать его бесполезно, он никуда не пойдет. Просто его вот так вот раз отбежал, выстрел в голову и уехал тут же в тачку. Как бы такая простенькая, простенький контракт, ребята. Вот сегодня легкие деньги у Хитмана, поэтому мы как бы зарабатываем потихонечку Хитману. На жилье, может быть, на отдых в дальнейшем Хитман хочет отдохнуть, поэтому берет такие легкие задания. Ну, а мы идем дальше, посмотрим третий контракт на сегодня. Сегодня прям вот очень много контрактов. Друзья, поддерживаем лайками. Так, оба, 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 ох ты, елки-палки. Нет, подождите, этот контракт мы оставим на отдельную серию. Сейчас мы найдем что-нибудь такое, чтобы завершающее было прикольное. Продолжение следует... И третий контракт. Тут у нас тоже какая-то разминочная, видимо, будет у нас контрактик. Не знаю, ребят, впереди я посмотрел несколько контрактов. Они очень жесткие, прям вот вообще жесткие-жесткие. Мы прям оставим их на отдельную серию. Ребята, если вам нравится Хитман, не забудьте поддержать, написать в комментариях об этом, что ждете продолжения, например, ждете продолжения контрактов, там, предлагайте ваши варианты. Так, и здесь у нас что за миссия такая? Устраните Кристофера Мэя, того товарища, нужно будет как-то его грохнуть. Но нужно это сделать так, чтобы вот никто нас не заметил. Ребят, это прям нужно сделать быстро. Вот тут, видите, товарищ у нас прям палит, палит нас. Можно кинуть монетку, наверное, вот куда-нибудь, куда-нибудь вон туда. Например, вот так кидаем. И попробуем, он отвернется, и мы его как раз вот так вот, бам, короче. Опа. А теперь нужно убежать, да? Теперь нужно просто убежать. Стоять. Так, чуток, погоди. Никто не заметил. Никто не заметил этого, да? Никто не заметил потерю бойца. Ну, в принципе, вот такие вот короткие миссии. Я даже думаю, что можно было здесь, конечно, позадуряться там что-нибудь, я не знаю, там, бомбу какую-нибудь кинуть или еще что-то. Но так они все простенько выполняют. Это такие разминочные контрактики, которые есть в Hitman, которые я нашел. Ну, и, друзья, мы, в принципе, можем... Еще один контракт с велосипедистом. Отправляемся туда же, в общем-то, в нашу жаркую страну. Просто сейчас попробуем Orlando Zito, ребята, устранить. Orlando Zito. Ооо, это велосипедист, я так понимаю, у Зумаки. У него форма из Зумаки. Вот, посмотрим, ребят, насколько бы сложное задание. Вот такой вот у нас, опять же, та же самая площадь. Посмотрите, Маселина замечательная такая красавица. И, в общем-то, сел Hitman. Она к нему подсела сама, вернее. Вот так вот, да. Она к нему сама подсела. Смотри, такой мужчина. Мужчина такой, прямо в самом расцвете силы. Она к нему подсела, взяла телефон. Но у нас, ребят, работа. Hitman работает. Но Hitman на работе, он не может. Он не может пока сейчас встречаться. И здесь у нас вот та самая авария, которая произошла. Велосипедисту очень хреново. Его нужно будет убить. Но убить лучше так, чтобы никто этого не заметил. А как мы это сделаем, если он просто лежит, ребята? Он просто лежит и не встает. Вот его дела, ребята. Вот дела. Так, вот это, конечно же, печаль, когда... Так, а как же мы... А может быть, он все-таки поднимется, а? По-моему, он должен подняться, ребята. У меня такое ощущение, что он должен, ребят, подняться. Ну, давай, родной. Давай, 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 давай. Подымайся. Подымайся. Мы в тебя верим. Все нормально. Все нормально. Видите, прямо следы здесь от торможения. Велосипедист как-то ехал. Странно, я не знаю. И эти куда-то гнали. Вы куда-то гнали-то, а? Могли бы, ну, я не знаю. Они летели, наверное, сотку вон из того туннеля. Просто вылетали. Зачем так быстро, если тут уже на серьезных пунктах? Тем более из туннеля вылетать с такой скоростью. Это, конечно... Это, конечно, интересно. Кстати, если проследить по следам, то они вообще должны вот отсюда куда-то выезжать. Следы как-то странно ведут сюда. Вот так вот. Раз. Вот так вот. Два. И врезаются в дерево. Они вообще пьяные, что ли, нет? О, велосипедист поднялся. Молодца. Ему... Ему сейчас очень плохо. Так, он пошел в берегу. Опа, опа, опа. А, нет, куда он пошел? Блин, чувак. Чувак, чувак, чувак. Смотри, монетка. Смотри, монетка есть. Монетка. Окей. Она упала, блин. Она слетела. Так. Чувак, там монетка. Иди глянь. Блин. Ты мой монетка. Так, ладно, вон еще монетка. Окей. Ну, давай вот так вот, наверное. Главное, чтобы она не слетела с краешка вот так вот. Подымит, нет? Так, поднял. Ну, а черт возьми, опять он садится. Мерзавец, а. Ну, ладно. Ладно. Те у нас вдвоем пока стоят. Там что-то общается. Что за цветы? Так. Так, а мы давай мы, наверное, ну тогда его грохнем. А что мне еще остается, ребята, делать? Что мне еще остается делать-то, а? Вот так вот раз. И как бы... Я, конечно, могу переодеться на всякие приколы. Типа вот так вот раз. Типа я тут самый велосипедист и его скину, чтобы не было подозрения. Все. Он упал, ребята. Он упал прямо за дерево, зацепился. И, короче, все. Ребят, все сделали красиво. Наш Хитман нашел новую еще одежку. Может быть, сейчас сядет на велосипед. Велосипед, наверное, он сядет. Но и уедет. Нам нужно просто найти сейчас... А, опять же, можно в машину прыгнуть, да? Ну все, уезжаем. Я думаю, самый быстрый вариант это вот эта вот машина. Садимся. Садимся и поехали. В принципе, тоже изи, ребята. На отличный. Сегодня четыре контракта мы прошли. Они были коротенькие, они были простенькие, они были своеобразные. Друзья, если вам нравится Хитман, то можете прямо сейчас поставить лайкосик, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Обязательно в комментариях напишите, какой, собственно, контракт вы бы хотели, чтобы мы в следующий раз прошли. Друзья, у нас с вами был Родригес. Приходите ко мне на мои стримы на Твиче. На стримчики там идут чуть ли не каждый день. Я, ребята, жду всех, кто любит стримы на Твиче. Всем счастливо, хорошего настроения и пока-пока.